Привет, я Илья Бирман, и сегодня мы с вами полистаем какую-то вот такую вот венгерскую книжку «Бетюми Виссет» или я не знаю, как это читается. Я её купил в каком-то антикварном тоже книжном в Будапеште. И в принципе понятия не имею, что это за книжка. Она меня привлекла некоторым количеством красоты внутри и тем, что она имеет какое-то отношение к типографике, потому что в ней есть буквы. Я на венгерском, конечно же, читать не умею, поэтому ничего о содержательной стороне этой книги сказать не могу, но могу просто обратить внимание на то, как она сделана. Тут всякие такие гравюры нарисованы, какие-то там пищи принадлежности, всякие вот такие вот вензеля какие-то сделаны, ну и даже просто наличие таких вот жирных линеек сверху и снизу явно её относят к какой-то достаточно старой эпохе. Кстати, мы же можем посмотреть, когда эта книжка была издана, если тут это где-нибудь написано. А, вот видите, какой-то кёспонти антиквариум, центральный антиквариум. Это вот такое слово по-венгерски, я даже могу понять. Ой, видите, вот за полторы тысячи форентов я её прикупил. А где же тут найти год её? Ладно, короче, может быть где-то он нам попадётся. Ну и тут вот можно просто листать, в принципе, всё подряд. Какие-то нарисованные такие вот шрифтовые штучки, какие-то разные показанные шрифты или не знаю что. Чё-то набрано, какие-то готические дела, какая-то вот такая вот штука. В принципе, я даже не знаю, что я в этом видео полезного могу сказать на фоне, только болтать, что какой-то такой, какая-то такая. И всё просто смысла того, что здесь показано, я совершенно не знаю. Ну вот, красиво набран плакат. Прям можно брать такой дизайн и использовать для какого-нибудь современного плаката. Взять какой-нибудь акцидентный шрифт, именно брать основной текст, вот так вот жирно. Потом какую-нибудь подпись. И там снизу какие-нибудь, не знаю, там обязательные юридические дела дать. И вот тебе готов красивый плакат. Ну и вот тут их целая куча. Кстати, ещё прикольно, что она напечатана в такую краску. То есть сама бумага, видите, жёлтенькая. Но она от старости, понятно, пожелтела. Но я предполагаю, что она и изначально тоже была такого какого-то оттенка. А вот эти все примеры, они наоборот на таком немножко голубоватом фоне даны. Думаю, что это всё неспроста. Вот ещё какие-то шрифты, какое-то построение букв. Надо же было так заморочиться, чтобы каждый номер страницы обрамить какими-то ещё двумя финтифлюшечками. Очень тонкая бумага, прям сложно листать по одной. О, тут видите, видимо, показаны какие-то выпуклости. Вот эти торчания за строку объясняются. Всякие типографские и шрифто-дизайнерские дела. Вообще, надо сказать, что у венгров с типографикой всё хорошо. Она у них очень самобытная такая. То есть ты прям постоянно обращаешь внимание на то, как устроены всякие логотипы, надписи, какие-то там тексты на табличках абсолютно бытовые. И просто вот их выбор шрифтов и какой-то характер этих шрифтов достаточно сумбурный иногда, но в нём вот есть какая-то своя внутренняя всё равно целостность. Это штука, которая прям очень сильно меня развлекала во всех моих поездках в Будапешт. Я всяких разных табличек там нафоткал целую гору. Ну, в общем, тут вот можно много налистать всяких таких кусков текста, на которые хочется посмотреть. Достоевский какой-то тут вот. А, ну вот да, пример такого типичного, очень венгерского шрифта с каким-то обратным контрастом и абсолютным дисбалансом по плотности между разными буквами. И, тем не менее, это всё выглядит вот, ну, реально прям представляешь себе какую-нибудь надпись там «Аптека» или ещё что-нибудь в Будапеште. Вот такую абсолютно безумно кривущую, но прекрасную в этой своей кривущести. Это ж вот уметь надо ещё сделать. Такую какую-то характерную кривущесть, которая была бы присуща именно и именно Венгрии, а не кому-то ещё, и которая бы сразу же как-то так тебя гипнотизировала. Вот прикольное какое-то построение знака с квадратиками. То есть, видимо, имеется в виду, как это вот пером нарисовать такую, какую-то готическую букву, если я правильно вообще называю, что она готическая. Ну, а тут, кстати, вообще по-немецки что-то написано, а вовсе не по-венгерски. Тоже вот какая-то... Вот это вот вообще не выглядит венгерским, вот это выглядит вообще немецким. Может быть, здесь как раз пошли какие-то немецкие дела? Не знаю. Опять же, для того, чтобы это как-то оценить, нужно, видимо, уметь читать, что здесь написано, хотя бы на уровне оглавления. Вот тут написано модер чего-то там, то есть венгерское чего-то там. Но при этом вот в этом ничего такого уж прям особо венгерского мне не видится. Хотя, в принципе, ну не обязательно во всем видеть. А тут вот написано, наоборот, берлинер, хотя вот такое я вполне себе представляю где-нибудь в Будапеште. Видимо, это все не настолько все-таки жестко, но просто в Будапеште много вот всякого такого шрифтового безумия, поэтому оно там как-то обращает на себя внимание. Да, но, конечно, еще вот их вот эти все двойные какие-то там штрихи над буквами, которые постоянно встречаются в огромном количестве, тоже некую свою эстетику формируют, не похожую ни на что. То есть вот это все сразу же выглядит по-венгерски, хотя если бы такими же буквами было написано какое-нибудь английское слово, возможно, это бы так и не бросалось в глаза или вообще красивая буква У, красивая буква Джей, как бы она ни называлась на венгерском. Но еще вот это сочетание С, З, которое читается С, тоже такое очень характерное для венгерского. Вот еще какой-то набор картинок. Кстати, вот там была серия, да, из нескольких, когда мы смотрели, они вот видите подряд идут. То есть это, видимо, какой-то другой способ печати, соответственно, эти листы, они почему-то сшиваются рядышком, может, не знаю почему. И тут другой оттенок синего. Тут он такой более какой-то сиреневый, что ли, я бы сказал, на вот этих вот каких-то тоже плакатах или что это. Вот это шрифт вообще. Или вот это. Или вот такая вот торчащая фигулина над буквой. Даже невозможно понять, что это за буква. Но выглядит, конечно, кайфово. А как вам такая W? А как вам вот такое вот залезание букв друг на друга с инверсией цвета? Ну, это опять серия картинок. А, ну, вот тут как раз видно, что это вот на таком сиреневом фоне, да, а тут вот опять на светло-голубом, как было в начале. Ну, и тут тоже какие-то очень красивые такие вот, как это назвать, монограммы, что ли, всякие разные, с разными вензелями и узорами фоновыми, и какими-то иллюстрациями, там, сидящими на буквах. Тоже вот попробую сегодня кому-нибудь сделать такой логотип, чтобы вот он был. Это же прям богатство сразу захотелось. Какую-нибудь кофейню сделать модную, но чтобы логотип у нее был вот такой, например, бац. Ну, вот такое уже никого не удивишь. Вполне можно себе представить вот такую вот кофейню, да. О, монограммы. Видите, значит, я слово правильно вспомнил. О, смотрите, какой цвет совершенно невероятно потрясающий вдруг нашелся здесь. То есть это уже пошло, видимо, оглавление, и оно вот на такой бумаге. Причем интересно, что к краям эта бумага все равно желтеет так же, как тут. То есть, видимо, и она еще при этом светлеет. Прямо даже вот интересно технически, как это было сделано, что она вот такой эффект получила. рамочка. Еще какая-то рамочка. Вот рамочка с цветочками. Вот, графика, видите, венгерская графика. А тут что-то уже Бергер, чего-то. То есть это по-немецки вдруг. Ну да, видимо, это что-то где-то между Венгрией и Германией эта книжка возникла. Ну, что-то отвалилось даже от нее. И вот, видите, какой-то уже узорчик прекрасный на фоне стоит. Вот такая вот книжка. На этом мой не очень содержательный, прямо скажем, обзор закончен. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну и, конечно же, оставлять какие-нибудь полезные комментарии. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok